На своем сайте namsef.ru я написал статью, которая называется «Операция Улуса-4 или выборы в Калмыкии», где подробно описал о том, как и на каком основании меня лишили права зарегистрироваться кандидатом на должность главы Республики Калмыкия. Хотел бы дать пояснение, почему статья называется так «Операция Улуса-4». Но четверка, потому что мне необходимо было, да и любому кандидату, необходимо было набрать поддержку депутатов из разных 11 районов или районных округов. Их у нас 14. Из 14 я в трех четвертях, то есть в 11 я должен был получить поддержку. Поэтому для того, чтобы не дать мне возможность зарегистрироваться, технологии придуманы следующие. Нужно перекрыть 4 района полностью, для того, чтобы из 14 минус 4 получить 10 и закрыть мне возможность пройти регистрацию. Значит, в 4 районах, Лаганском, Черноземельском и Кебурульском и Целинном районах были отобраны подписи у всех депутатов, чтобы не дать мне возможность получить в этих 4 районах хотя бы одну подпись. Поэтому в 4 районах власть наметила такую операцию, которую провели в один день практически, выходной день, 12 июня, в день России. Были до того сформированы специальные группы из муниципальных служащих. Им были приданы спецавтомобили, им были приданы полномочия, соответствующие от власти. То есть чиновники обязали всех нотариусов в 4 районах выйти в этот праздничный день на работу для оформления подписи. И не считаясь ни с состоянием людей, ни с их желанием, ни с их предпочтениями, депутатов собрали к нотариусу в праздничный день и заставили отдать подпись в поддержку Хасикова. Конечно, большей частью это были добровольные подписи, но часть из них в принудительном порядке, с участием должностных лиц муниципальных органов, что недопустимо по закону. Конечно, не бывает без издержек, потому что не все были на месте. Так, в целинном районе оказалось, из 15 депутатов, которые могли отдать подпись, оказалось вообще по списку 14, и один из них выехал в Дагестан по месту жительства в гости к родным, но на следующий день его вызвали и изъяли подпись 13 числа. Почему называется операция УЛУС-4? Именно операция, потому что это действительно была проведена организованная операция по сбору подписей. И вот в целинном районе один депутат по болезни после операции на сердце в течение шести дней первых находился дома. К нему домой явился председатель районного собрания депутатов Николай Лазуткаев. И полтора часа с двумя депутатами на улице при 40-градусной жаре человека после сложнейшей операции уговаривали отдать голос в поддержку Хасикова, хотя ранее он обещал отдать подпись мне, еще в феврале. Мы с ним хорошие, добрые знакомые. Но он говорит, что при 40-градусной жаре с ним случился небольшой криз, и он даже не осознавал, каким образом они его посадили в машину и припроводили к нотариусу, где он отдал подпись в поддержку Хасикова. Вот операция именно, не считаясь с людьми, с их физическим состоянием, с их желанием вообще отдавать подпись кому-либо, не считаясь с их желанием в выходной день куда-то выезжать из дому, ломать свои личные планы, но тем не менее их понуждают. И участие муниципальных служащих в таких вещах вообще недопустимо. И тем более используют служебный транспорт, используют помещения, используют свои высокие должности. Поэтому везде попирается закон. В Черноземельском районе то же самое. То же самое. Все депутаты в один день сдают подписи, за исключением двух депутатов, которые находились в городе. И одного из них, пожилого человека, Чемидова Петра Андреевича, забирает из больницы. Забирает его зам главы администрации района. Не зам, а исполняющий обязанности на тот момент главы района. Глава администрации района некто Держи Саряев. И секретарь собрания депутатов Джалсанова Валентина. И припровождает его в Троицкое к нотариусу, где он отдает подпись. Причем обманывая человека о том, что никто от КПРФ не выдвигается. И депутаты района приняли общее решение поддержать кандидатуру Хасикова. И вы должны идти в русле и прочее. Так была изъята подпись у депутата Чемидова, который в дальнейшем отказался и отдал подпись в мою пользу. Значит, всего, вот, мне не хватило две подписи. Одна из них практически бесспорная. Мы, вернее, КПРФ выиграет суд по депутату Кадлаева, который наделили полномочия. Там в статье подробно описано. Описан этот случай. Этот суд нами будет выигран, я думаю. Более того, я даже уверен. А второй вопрос действительно спорный. Потому что Чемидов отдал первую подпись Хасикову, вторую мне. Но первая вот произошла с такими нарушениями. Дело находится на рассмотрении в органах внутренних дел. И я думаю, что выводы последуют тоже адекватные. Хотя есть сомнения небольшие, но тем не менее, я думаю, что мы дойдем до Верховного суда России в крайнем случае. И вопрос будет исчерпан. Также в Экибуруле происходили аналогичные случаи, когда одного из депутатов нашли в Анадыре. Он находился временно там на работе. Другого нашли в городе Волгограде. Туда были посланы люди. Им были выделены деньги для того, чтобы найти этих депутатов и оформить подписи по месту сегодняшнего проживания. То есть это действительно спецоперация, где люди целенаправленно, эффективно трудились для того, чтобы изъять все голоса и не дать шанса мне получить хотя бы одну подпись в этих районах. И они добились этого в Экибурульском районе. Значит, накануне из Экибурульского района 11-го числа вечером был у меня депутат Александр Геляндиков от «Справедливой России». Мы с ним познакомились, поговорили, нашли общую точку зрения на события в Калмыкии. У нас оказались общие взгляды на те или иные процессы. У нас оказалось очень много друзей, знакомых и родственников и по его бывшей службе, и по сегодняшней деятельности. И он пообещал мне, мы пожали друг другу руки, пообещал, что отдаст подпись мне в мою поддержку. И выехал на следующий день в Экибуруль для того, чтобы поговорить с руководителем района Масловым, поскольку они, как он мне объяснил, являются родственниками. И для приличия, для соблюдения общечеловеческих таких правил он сказал, мне надо с ним поговорить. Но разговор у них не удался, у них возник конфликт. Гиляндиков отказался, как он дальше рассказал моему начальнику штаба Юрию Абушинову. И после отказа на следующий день был вызван к руководителю администрации главы республики, господину Берикову. И Бериков под нажимом, под угрозой закрытия его частного охранного предприятия. Это предприятие единственный способ существования для Гиляндиков. Там он охраняет всего два небольших объекта, и это дает ему средства к существованию его семьи и его лично. Поэтому, конечно, под угрозой закрытия его охранного частного предприятия, человек вынужден был поставить подпись в поддержку Хасика. Вот такие методы применяются человеком, который пишет большую статью в Элистинском курьере, которая называется «Давайте объединяться, нужно работать на благо Калмыкии». Слова красивые, призывы блестящие, всем нам нравится, но действие вызывает вот такое отвращение. Действие тех людей, которые сегодня наделены властными полномочиями. Поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что действительно проводилась спецоперация в четырех районах, и она им практически удалась, но они допустили некоторые упущения, которые мы внимательно проанализировали со своей группой и смогли переиграть. Конечно, это вызвало у них бурю негодования, и избирком уже принимает постановление, которое эти два голоса у нас срезает. Я думаю, что ответы мы найдем все-таки в суде, в самом гуманном суде мира, как мы знаем, и я думаю, что решения будут соответствующие. То есть, по одному, несомненно, а по второму, есть вопросы, но я думаю, что они более выигрышные для нас, чем для противной стороны. К завершению мне хотелось бы сказать, что избирком принял постановление об отказе в моей регистрации, которое напечатано на восьми листах. Очень серьезное такое произведение, но здесь я хотел бы один момент отметить. Здесь почти на трех листах описывается тот факт, что я якобы не предоставил вовремя, подчеркиваю, вовремя справку о доходах и недвижимости за рубежом. На трех страницах они это описывают, а в результивной части, вот в постановляющей, ни одного слова о том, что вы можете это все потом в интернете посмотреть или в газете Хальмекунина, ни одного слова не говорится об этой справке. Для чего это даже вот такой уважаемой организации делается? То есть это вот эффект Грудинина, который создавали у народа во время выборов президента России. Здесь делается то же самое. То есть это справка, которую практически подписывает моя супруга и я. Это практически ничего не значащая справка. Мы просто сами пишем о том, что не получали никаких доходов, не имеем недвижимости за рубежом и все. Не из каких-то либо там государственных органов, каких-то стран мы не собираем подписи и печати, а просто справка подписана собственноручно. Тем не менее, мы ее сдали до принятия решения избирательной комиссии, не нарушая никаких правил и законов. Тем не менее, упор делается именно на это. В интернете пишут, что якобы я не сдал справку. А здесь пишется, что я сдал не вовремя. Не сдал справку. Для чего? Для того, чтобы раздуть сплетню, такую дезинформацию и сделать на этом игру о том, что Манжиев скрывает свои доходы и недвижимость за рубежом, не предоставив справку. На самом деле это не так. Вы можете убедиться в этом, прочитав это постановление. И в заключение я, конечно, хотел бы поблагодарить тех людей, которые, несмотря на такую суровую обстановку в нашей республике, решились поддержать меня и оформили подписные листы в мою поддержку. Ну, наибольшую поддержку я получил в Городовиковском, Приютницком, Сарпинском и Молодербетовском районе. Особо хочу подчеркнуть Киченеровский район, поскольку шли большие спекуляции везде, особенно в интернете, о том, что я не имею поддержки в родном районе. На самом деле меня поддержало 29 депутатов районных и сельских в Киченеровском районе. И это огромная поддержка вообще по республике. Я считаю, что это люди очень мужественные, честные, порядочные, поскольку еще там не возникло дублей в подписях. И поэтому это меня очень радует, хотя было очень много спекуляций на эту тему, что в моих подписных листах есть дубли, то есть повторы. На самом деле люди оказались все очень порядочные, и я им за это очень благодарен. И благодарен за то, что вообще такие люди есть среди нас, и это дает надежду на изменение нашего общества к лучшему. Спасибо всем за поддержку. Я уверен в том, что я буду участвовать в выборах, и уверен, что одержу победу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok